Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в игру про эволюцию. Называется она Адапт, и явно разработчики вдохновлялись старым добрым спором. Да, это конечно не спор, но второй спор может быть вообще никогда не выйдет, поэтому почему бы и нет? Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, буду рад, если вы это сделаете с помощью лайков. И акцент в игре сделан не на всех этапах развития разумного существа, а исключительно на этапе существа, и по-моему это здорово. Сейчас мы имеем перед нами вот такое вот странное, милое, похожее на жабу создание. У него есть глаза, у него есть рот, лапы, и почему-то задних лап нет. Но все это конечно же можно будет изменить. Например, давайте поменяем форму шеи. Сделаем ее, допустим, более вытянутой, или более втянутой, или например сделаем вот такую, что выглядит на самом деле очень круто. Также можно сделать вот такую шею. Вот такую? Стоп, почему меня? Да, да, все правильно. Мне нравится вот такая длинная шея. Выглядит офигительно. Тут различные характеристики, и игра, друзья, все еще находится в стадии бетки. Это всего лишь прототип, поэтому многие вещи, думаю, можно будет ей простить. Итак, шея наша выглядит классно. Также далее можно выбрать форму пасти. Так, что у нас есть? Офигенная пасть! Слушайте, как у какой-нибудь пиявки. Можно сделать что-то такое с вытянутым подбородком. Вот такие звуки, наверное, будет издавать наше существо. Можно сделать такую. И, думаю, будет интересно посмотреть абсолютно на все части, которые есть на данном этапе в игре. Мне кажется, это интересно. И офигенно! Можно выбирать различные гены, которые влияют на разные штуки. Хотя, стоп. Влиять на гены эти я не могу. Я могу просто их переключать. Но что это дает, пока не совсем понятно. Ладно, давайте пока ознакомимся с формой рта. Мне, честно говоря, нравится вот эта. Она выглядит просто страшно, чтобы нас все боялись. Хм. А, это еще и влияет, разумеется, на рацион. Так, почему меня переключило? Вот мы видим вокруг мясо и яйца. Если мы переключаемся на, допустим, бегемотоподобные морды, мы видим вокруг деревья. Это значит, что питаться мы будем деревьями. Занятный факт. Что у нас еще? А, ну тут мы, в общем-то, все посмотрели, кроме... Да, все посмотрели. Ну, хорошо, хорошо. Я не буду делать пьявочный рот. Мне нравится вот этот. Маленький, зубастенький. Все красиво. Далее шею мы выбрали. Что у нас еще есть? Тело. Да, тело наше смотрится, мягко скажем, не очень. А приподнять-то его как-то можно? Ой, очень странно происходит приподнимание тела. Конкретно само тело приподнять почему-то нельзя. Ну ладно, мне нравится такое тело. Будем двигаться дальше. У нас также есть хвост. Мы можем выбрать хвост. И хвостов здесь видов очень много. Есть хвосты короткие. Есть хвосты подлиннее. Есть хвосты... Ха-ха-ха. Супер маленькие, супер миленькие. Кстати, размер хвоста я пока менять не могу. Можно сделать супер длинный хвост. Почему бы нам не создать такого плотоядного зауропода? Может выйти неплохо. Да, мне нравится вот этот мощный длинный хвост. Оставлю я, пожалуй, его. Но посмотрим на другие хвосты. Немного непривычно реализована менюшка. Я понял, есть вот такой. Хвост морского обитателя глубин. Хвост тритона. Но это все не то. Я уже для себя выбор сделал. Я возьму себе длинный хвост. Толстый длинный хвост. И в этом разделе мы посмотрели все. Далее можно переходить к нашим окулярам, глазам. Так, вот эти глаза, я, пожалуй, как-то их надо бы убрать. А как их убрать? Ага, убрать глаза пока нельзя. Их можно переместить и изменить форму. Можно вот такие добавить. Миленько. Ничего не скажешь. Так, что еще есть? Очень странные микробусинки-глазенки. Еще меньше. Потом и глаза насекомого. Выглядят жутко и мне не нравятся. Фух, но эти выглядят прямо омерзительно. Вот эти выглядят жутко классно. А вот эти жутко омерзительно. Такие, как наросты у улитки. Э, или вот это тоже. Зато можно будет видеть практически на 360 градусов вокруг себя. Можно. Погоди, это же уши. Погоди, я же глаза еще не выбрал. Сначала разберемся с глазами. Так, стоп. Это получается не глаза. Это уши? А почему я могу видеть ушами? Я не совсем понимаю. А, это дополнительные части, которые можно поставить. Ха, хорошо. Мне нравится что-то вот такое. Выглядит прикольно, симпатичненько. Можно еще добавить. Сделать себе своеобразное оперение. Друзья, что скажете? И я еще хочу добавить вот сюда сзади. Благо, пока никаких ограничений на это нет. И интересно, можно добавить дополнительные глаза. Например, вставить их куда-нибудь сюда. Но это не то. Совсем. А как их удалять-то? Все, можно удалять. Все, поудаляли кедрень и фене. Потому что я не знаю. Мы поставим что-то более разумное. Опять же, из раздела... Из раздела глаз. Почему-то разделы некоторые перемешаны. Это сбивает с толку. Ну, ладно. Я же хотел поставить себе вот такие штуки, да? Насекомоподобные. Ах, почему нельзя сделать меньше? Но, окей. Уже что-то у нас, друзья, получается. Это такое древнее существо. Которое вроде бы и похоже некоторыми чертами на насекомое. Но, уверяю вас, это не насекомое. Это... А куда оно исчезло? Оно исчезло. Это древний динозавр. Обитающий на нашей планете много тысяч лет назад. Ну? Ес, друзья! Я научился регулировать размеры. Это было непросто, но вроде как справился. Нужно просто отменить выделение. Потом опять его выбрать. И тогда можно и удалять объекты, и добавлять... В общем, специфи... Ой, не хочу меньше делать. Вот такие нормальные глаза. Специфическое весьма управление. Но существо у нас получается очень симпатичное. И ушки, как у какого-нибудь писца, или лисицы, или хомячка. В общем, очень классненько. Очень миленько. Переходим к следующему разделу. Это у нас, получается, дополнительные части. У нас есть вот такие мандибулы. Стоп, у нас же... А зачем мне мандибулы, если у меня уже есть... Не, ну их можно по сторонам добавить. Например, вот так. Опять же, существо еще больше будет походить на насекомоподобное. Ну и мандибулы движутся, а значит, это прикольно. Так, что бы еще можно было бы такого... Хм... Шипы. Я всегда, когда вижу шипы, хочу их устанавливать. Опять же, это всегда смотрится красиво. Возможно, практического применения у этих шипов не будет. Конкретно у нашего вида. Но смотрится оно шикарно. Вот так. Интересно, а что еще можно будет сделать с расцветкой? Тоже хотелось бы посмотреть. И шип в единое целое совместить его нельзя. На хвост вообще они уже не крепятся. К сожалению, жалко, но... Ладно, этого... Хотя, подогодите, можно на шею попробовать. Такс. И тут они соединяются в единое целое. В один шип. Ну, до определенного момента. Дальше уже, похоже, не получится. А нет, получается. Ну, насекомоподобный древний дракон. Если, друзья, это не круто, ну, уж тогда извините. Что тогда, по-вашему, круто? Я, честно говоря, не знаю. Есть и другие дополнительные части. Но пока они нам не нужны. И смотрите, у нас одна единица атаки. Даже семь. Погодите. Защита. Непонятно какая. Скорость передвижения, в принципе, нормальная. Скрытность. Маскировка тоже неплохая. Чувствительность высокого уровня. Интересно. Ну, и давайте, конечно, поставим ноги. Две ноги, это хорошо. Но если бы ног у нас было, допустим, четыре, было бы гораздо... Ой, это тонкие ноги. Конечно, можно повлиять на размер. И сделать наше существо повыше. А можно спереди поставить одного вида ноги, а сзади, например, вот такие. Да! А знаете, а это же смотрится шикарно. Вай, это... Это офигенно. Это круто. Ну и на данный момент это все, что мы можем сделать, друзья. Больше ничего пока видоизменить мы не способны. Вроде бы на все части посмотрели. Все, что можно было применить на нашего монстрика, мы применили. Дальше ноги. Ну, их можно тоже поставить. Но вы видите, да, это всякие такие насекомоподобные. Ну, мы их уже видели когда-то. Имя. Имя. Звать его будут... Насекомик. Насекомик. Это латынь, друзья. Допустим, что это латынь. Стоп. Мы перестарались с количеством ДНК, да? Минус 27. А я и не знал, что... Что? Что это... Что это получилось? Че? Че я нажал? Почему оно все изменилось? Итак, наш насекомик имеет теперь наконец-то законченный вид. И вроде бы более или менее он выглядит нормально. И еще одно очко ДНК осталось. Правда, потратить его ни на что мне, ни на что не хватит. Поэтому предлагаю отправиться в мир и немножечко его поисследовать. День первый. Такс, нужно разместить где-то наше гнездо и наше яйцо. Где наше существо и появится. Ну, допустим, пускай гнездо будет тут. Далеко ходить не станем. Да? Вот оно. Вот оно. Вот оно, друзья. То место, где я и рожусь. Кругом бегают представители нашего вида. И я родился! Черт возьми, друзья. Это я. Эй! Я даже звуки издаю какие-то. Прикольно. Вокруг бегают другие существа. Но они интересуют меня мало. Потому что есть я. Посмотрите, какие высокие деревья. О, эта штука. Она выглядит страшно. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то ультразвук. И у него есть те части, которых мы не видели с вами в редакторе. Совершенно другие. Он пожирает листву и издает этот самый ультразвук. Мне кажется, он явно настроен не очень дружелюбно. По отношению ко мне, дружище, отстань. Я только несколько секунд назад родился. Я не хочу, чтобы меня скушали. Так, у нас есть несколько опций взаимодействия. Мы можем петь песни. Да. Издавать звуки. Также мы можем включать поиск. Он начинает щелкать своими мандибулами. Издавать звуки. Звуки отражаются от поверхности. И таким образом он узнает, где что есть. Например, вот тут какие-то насекомые. Давайте попробуем скушать одно из них. Опа! Можно брать его в рот. Замечательно. И можно скушать. Хе-хе-хе. Не обязательно в нашем юном возрасте охотиться. Ну и также, конечно, есть рык злой. На правую кнопку мыши и на левую кнопку мыши атака. Почему эта скотина? А может она дружить хочет? Значит, давайте попробуем подойти и пообщаться. К тому же, смотрите, друзья. Видите восклицательный знак? Значит, к нему нужно подойти. Это... Хотя восклицательный знак обычно значит тревогу. Я попробую спеть ему песню, дружище. Я буду петь тебе песню. Стоять! Я маленький малыш и глупый. Ну, по крайней мере, он на меня не нападает. Он, кстати, тоже голоден. Буду его преследовать. А он травоядный, скорее всего. Забавно. Ну, он никак не реагирует, по сути. Как узнать, как он к нам настроен? Я не знаю. Ну, он вроде бы и откликается. А смотрите, видите? Слева от его характеристик есть какая-то шкала, напоминающая половину циферблата... Ты мне что, погоди, погоди, погоди. Ты мне покушать... Он мне покушать принес! Прикол! Он реально пока пожрать мне принес! Спасибо! А что значит... Чё там написано? Да подожди, не стой! Би... Би френд? Ну, мы с тобой би френды? Как считаешь? Ладно, фокус. Ну, похоже, он теперь мой друг. Смотрите, ещё какая-то штука непонятная ползает в округе. Ладно, я побегу за ним. Попробую спеть ему песню. Давай и петь друг другу. Ну, стой! Насекомник. Би френдинг. Мы должны с тобой наладить связь. Мы должны наладить с тобой общение. Так, это всё, конечно, очень интересно, но очень непонятно. Отцепимся пока от него. Можно ещё и гнездо сделать. Прикольно. Но у меня нет партнёра, с которым мы могли бы загнездиться. Так что дело тут такое. Ещё немного увеличил настрой... Э! Да! Страшно! Ты чё? Ты же черепаха чёртова! Или ты кто? Личинка! Ты чё на меня нападаешь? Я увеличил немного настройки графики, но это не сильно повлияло на графику. Всё-таки сказывается, что игра находится сейчас... Он хочет меня сожрать. Он, возможно, будет больнее бить. Находится в стадии ранней бетки. Ладно, давай драться. Посмотрим, кто кого. Просто сзади наношу удар, а он ничего не может мне сделать. Я просто загрыз его. Ну и чего ты добилась, существо? А теперь я буду есть твоё мясо. Вот оно вкуснейшее мясо. Красное, на косточке, свежее. Эх, ветчина прямо настоящая. Так, ну вот... А ты... Я до сих пор не знаю. Кто ты? Что ты? Он напал на меня! Ты чё? Ну, у меня конец. Он меня убьёт, наверное. Хотя, если подстроиться сзади, он удары не может наносить. Блин, меня ранили. Я не могу бегать. Но всё равно добью его. А ну, подойди! А, ещё и мой друган помог мне. Э, это моя еда, ты чё? Ты чё? Это моя еда. Стоять на месте! Не смей забирать... Он забрал мою еду. Я честно на неё охотился. Так, ладно, смотрите. У нас есть гнездо. И меня интересует, как можно начать эволюционировать. В обычном споре мы находили часть других животных. И потом вызывали себе партнёра. И благодаря этому эволюционировали. Как же здесь это сделать? Я не совсем понимаю. Да, у нас есть наши сородичи. Я могу, типа, бифрендить их. Я могу их звать. Я могу с ними разговаривать. Но как насчёт старого доброго спаривания, которое никому ещё никогда не повредило? Это ведь основа эволюции. Ну, есть мнение, друзья, что я ещё слишком мал для таких вещей. Я только родился, а уже хочу эволюционировать. Так не бывает. А карта есть? Карты тоже непонятно. А, гнездо будет отображаться всегда, да, наверное? Как бы далеко мы не убежали, гнездо будет видно. Ну, давайте тогда пробежимся по этому чудному новому миру. И попробуем понять, кто же здесь живёт. Опа. Вот туда я, например, хочу сбегать. Кстати, наше существо довольно медлительное. И похоже... А, нет, не сломал я конечности. Вы видели, да? На один момент нога и задняя, и передняя. Они так застряли, были немного приподняты. Как будто бы я их реально повредил. Это какая-то палка, торчащая из воды. Это какой-то вид живых существ? Так, с насекомого надо скушать. Извини, жучок, но я хочу жрать. Ты уж прости меня. А-а-а, это не палка, это... Это земноводная? Ты дружелюбный? Ну, он не выглядит дружелюбным. У него даже нет глаз. Кстати, по воде я реально медленно перемещаюсь. А вообще у меня закончилась энергия. Иди сюда. Ладно, сюда идти он не хочет. Так, вдали я вижу... Это фрукты, овощи или что это? Ну-ка, сходим. Это фрукты, наверное. Просто большие фрукты. Надо бы подойти. Это фрукт. Это большой фрукт. А могу ли я есть фрукты? Нет, я же брал себе именно хищника. Нельзя, нельзя. Я могу как бы взять в рот, да, но... Нельзя скушать. Лежит груша, нельзя скушать. Ладно, подойду к этому товарищу. Над ним был какой-то другой значок. Может быть, это призыв к спариванию? Че он там с деревьев срывает каких-то жуков? Или как это работает? А ну остановись. Ради бога, ради меня. Общения будет? Так. Стой! Видите вот этот... Бифренд. А что значит бифренд? Ну, активируешь ты бифренд. Что значит бифренд? Френд это друг. Что такое бифренд? Я понятия не имею. Бифренд! Давай бифрендица! Бифренд! Он думает, блин, что за существо ко мне прицепилось? Че тебе надо от меня? Отстань! Малыш! Что? Что ты пытаешься добиться? Ради чего ты это делаешь? Я сам не знаю, ради чего я делаю. И бифренд то выделяется, то не выделяется. Это ни на что не влияет. Чисто так, ну... Я не вижу разницы. Ладно, побежим тогда дальше в эту пустыню. Выглядит весьма живописно. Вообще, давайте попробуем сделать... А гнездо здесь новое сделать нельзя. Надо, похоже, сперва убрать наше старое гнездо. И только после этого получится создать новое. Ну, а в пустыню отправляться я пока не хочу. Конечно, разбираться здесь еще есть в чем. Многие аспекты непонятны. Но игра уже выглядит привлекательно. Да, привет. Привет. Других организмов поблизости мало. Но я думаю, нужно просто дальше отойти от нашего гнезда. И тогда мы их обязательно повстречаем. Сейчас же, ну, вы сами понимаете. Это что-то типа обучение. Блин, опять выносливость закончилась. А если я буду... Кто там кричит? Вы не хотите со мной дружить? Вы не хотите спариваться? Мне не о чем с вами говорить. Опаньки. Новый вид живых существ. Может быть, он захочет со мной спариваться? А вот сейчас мы с вами это и узнаем. Иди сюда. Буду издавать различные песклявые звуки, чтобы привлечь его внимание. А вообще эта штука напоминает паука двуногого. О, там мои ребятки появились. Эй, не атакуйте его, пожалуйста. Стой, это мой новый друг. Не смей атаковать его. Я хочу с ним дружить. Оно выглядит очень странно. Гипер странно. Стой. А, это, наверное, та черепаха, которую... Нет, это не она. Ой-ой-ой. Она боится меня. Ну, вроде общаемся. Если ты меня атакуешь, не дай бог, о-о-о-о, я за себя не отвечаю. И я тебе не завидую. Гигазоа. Тебя зовут, да? Не хочет Гигазоа со мной общаться? Ну да, восклицательный знак показывает объекты поблизости, а их... Он атаковал меня. Ты что? Ты что? Ты что, офигелого? Я не могу атаковать ее. Стоять. Во. Первые удары пошли. А на правую кнопку мыши. Это, наверное, просто грозный крик. И ничего более. Остановись. Одумайся. Ха. Спасибо, братан. Спасибо. Разрывали просто ее на куски мяса. Ну, а теперь можно и полакомиться, и хп-шку заодно восстановить. Ну, кушай. А что я не могу есть? А почему я не могу есть? О, съел. А почему я до этого не мог есть? Я не понимаю. Так-то я уже от голода начал погибать. Мне придется полакомиться с жуками. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока будем останавливаться. Надеюсь, видосик вам понравился. Если игра будет развиваться, это будет очень круто. Потому что альтернатив других у нас нет. Я не могу есть опять. Я не знаю почему. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Счастья вам. Субтитры сделал DimaTorzok